МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эпидситуация в Талдыкургане, да и в области нашей, с каждым днём всё усложняется. Больницы просто не справляются с огромным количеством пациентов. Врачи выбирают, кого госпитализировать. В таких случаях как быть? Здравствуйте! В эфире программа «Сегодня». У нас сегодня в гостях доктор медицины Райхан Маратовна Сисикенова. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в таких случаях что нужно делать? Мы уже знаем, но панику сеять не собираемся. Но жители области и областного центра знают, что скорую вызывать сегодня не стоит, поскольку ждать приходится долго. Да и в больницу не попадут. К участковым врачам большая очередь. Что делать? Ну, я думаю, что здесь нужно совершенно спокойно нам с вами сейчас разложить по алгоритму. В каждом конкретном случае, как нужно поступать и успокоить наше население о том, что в реальности умирает 1% в Казахстане в целом, средняя цифра. Поэтому у нас так резко все это сменилось, одни доверия, а теперь начались к панике. И само по себе, и вот это психологическое настроение, оно тоже не укрепляет нашего иммунитета и не помогает нашему организму справляться с этой инфекцией. Давайте посмотрим. Прежде всего, кстати, я хотела бы поблагодарить своих коллег-врачей, хотя я сама сейчас не практикующий врач, но тем не менее врачом остаюсь. За их просто необыкновенно тяжелую для них ситуацию прежде всего, потому что это на последних уже, будем так говорить, каких-то сил, где не находят все эти силы и позитив, и еще разговаривать с больными, конечно, надо отдать им должное. Ну, давайте вернемся к нашему вопросу. Смотрите, вот если даже вы не практикующий врач, но, несмотря на это, вы даете всем консультации, вам просто приходится, когда к вам обращаются, вот с какими они проблемами обращаются к вам? Ну, в данном случае я сама для себя, например, всегда, как бы ставлю, вернее, распределяю этих людей на несколько групп. Первое. Это те, кто хочет, например, не заболеть. Первое. И это люди, которые тоже испытывают такое определенное паническое состояние, значит, вот что делать, вот что делать. Ну, извините меня, за три дня никто иммунитет вам не повысит. И самое главное, это нужно успокоиться и продолжать жить. Ну, и что нужно делать, об этом каждый день говорят по телевизору, ну, и во всех СМИ, да, как нужно дистанцироваться, одевать маски и все остальное. Вторая группа – это те, кто получили положительный тест на COVID-19. Но у них нет симптомов. То есть вот эта группа, да, казалось бы, сегодня, кстати, в мировой литературе обсуждают о том, что это люди, в общем-то, почему у них нет симптомов, значит, у них иммунитет не отвечает. Да, то есть это люди… Это хорошо или плохо? Ну, это очень трудно сейчас. Например, для нас это, для тех, кто имеет этот положительный тест, но не болеет, для них это хорошо, потому что они не болеют, а для окружающих, скажем, это не очень хорошо, потому что они, тем не менее, заражают людей. И в этом-то опасность, потому что они находятся среди нас, и поэтому нам и говорят, что нужно надевать маски и нужно социально дистанцироваться, потому что заболевший человек вряд ли пойдет в супермаркет или на то, или на какое-то мероприятие. А бессимптомные наши пациенты, они как раз-то вполне активные, они не знают, что они болеют, и… Ну, а есть те, кто и знает, например, да, тоже такие есть. Вот, поэтому-то и нужно нам самим себя защищать вот этими средствами, совершенно простыми средствами защиты, которые, в общем-то, когда говорят, маски неэффективны, ну, хорошо, маска может быть в процентах 17-20 эффективна. Социальная изоляция, она эффективна еще где-то в 40-50 процентах, да, там, мытье рук еще и в целом, мы, в общем-то, набираем этот процент определенный для защиты. Вот это всегда нужно думать, потому что когда в магазинах или где-то встречаешь, а маски, сказали, неэффективны, это, да, нужно смотреть в комплексе. И немаловажное значение, конечно, состояние самого организма. Так вот, людям, которые имеют положительный тест на ковид, что для них? Для них самое главное сохранить вот это состояние, то есть им, они, конечно, могут попить витамины, да, это витамин, сегодня признан витамин С, витамин Д, ну, а Д без Е не усваивается, то есть… Ну, значит, надо комплекс витаминов. Да, желательно подобрать хороший комплекс витаминов. И можно просто погулять на улице, например, да, без солнцезащитного крема, достаточно даже 10-15 минут, чтобы набрать суточную дозу витамина Д. Ну, что еще рекомендуют, например, для того, чтобы не перешло вот это состояние в клиническую какую-то стадию, когда проявляются симптомы? Ну, я думаю, что хорошо бы полоскать носоглотку, да, желательно, или хотя бы брызгать, вот, значит, хлоргексидином растворы, ну, есть эти у нас растворы в аптеках, они все знают, или элементарно солью, содой, то есть для того, чтобы имеющуюся инфекцию, у нас же попал уже в организм, да, вирус, значит, он, скорее всего, он базируется в носоглотке, и вообще первые дни он базируется в носоглотке. Просто активно смывать, активно его смывать и продолжать, значит, нормально жить, желательно, конечно, ну, нежелательно, вообще надо изолироваться. Если раньше мы у нас в стране изолировали их там совершенно в каких-то гостиницах или специализированных предприятиях, то, в принципе, сейчас можно изолироваться и дома, в отдельной комнате, отдельно питаться, иметь отдельную посуду. Эту посуду, естественно, нужно, чтобы кто-то кипятил или помыл содой. Ну, я знаю людей, которые, получив такой тест, просто куда-то уходят, снимают квартиру там или проживают в какой-то, действительно, гостинице до того, пока не подтвердится отрицательный ковид. Ну, это как бы ответственность за других больше всего, и это очень важно. Кстати, это очень, будем так, напрямую связано с нашим культурным уровнем, и отношением друг к другу, насколько мы заботимся. Давайте ответим на вопрос телезрителю. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире, и у нас работает телефон 400109, код города Талдокурган 87282. Звоните, задавайте свои вопросы, получайте консультации. Вот у доктора медицины. Также работает WhatsApp-мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы. Первый вопрос, он уже поступил. И вот что пишут. Буквально 15 минут назад у меня была температура 38,5, теперь уже вот 39. Скажите, скорую вызвала, но не едет скорая. Он говорит, мне сейчас надо делать. Да, это уже стадия, когда проявляются первые клинические симптомы, и зачастую они проявляются в виде очень резко, с высоким поднятием температуры. Я думаю, что первое, что нужно сделать, это выпить жаропонижающее. Сейчас я знаю, что в аптеках очень трудно с парацетамолом, но есть аналгин, например, можно аналгин, немесин. То есть есть эти препараты, которые вам, кстати, и в аптеках могут посоветовать. Но первое, что если, конечно, 39 уже, то здесь надо уже снижать температуру. До 38 я бы не снижала. Теперь обильное питье обязательно. Я думаю, в каждом доме есть малина сейчас, да, малиновое варенье, липа, то есть вот эти жаропонижающие, это все эти травы, какие-то там, ну элементарно просто тёплой воды. То есть должна быть хорошая водная нагрузка для того, чтобы как можно стараться вывести этот вирус из организма. Вот, и принять жаропонижающие сейчас. Если, ну тут ещё важно знать, который день болеет человек. Если это первые дни, то желательно приём противовирусных препаратов. Ну, я знаю, что их тоже сейчас дефицит, но тем не менее, всё равно люди находят. Если вы их находите, то, пожалуйста, принимайте, я знаю, что рекомендуют на Мизон, я знаю, что, ну, ряд препаратов, которые есть. Значит, просто беда в том, что нет среди них специфичного препарата для вот именно этой инфекции. Поэтому уже, как говорится, пробовать всё, да, что может быть, поможет. И они действительно помогают где-то, что-то, какие-то в 30% случаев, какие-то в 40%. Потом есть препараты, например, комбинированные, которые плюс дают ещё жаропонижающий эффект, помимо антивирусного, плюс, значит, они стимулируют, например, повышают выработку интерферона защитного, да. То есть вот в любом случае, я думаю, что это будет полезно. Ну, кстати, я сама очень много встречала людей, которые при приёме обычных противовирусных препаратов им становится уже легче. Вот ещё один вопрос. Третий день у меня держится температура 38,8. Сбиваю каждый день к участковому врачу, говорит, не могу попасть. У меня давление под солнцем, долго не могу стоять, поскольку в здании не запускают. Нужно ждать на улице. Вот третий день не могу. Сбиваю, говорит, температуру. Что делать в таких случаях? Нет, вообще, значит, либо в ситуации, когда у тебя положительный тест, либо в ситуации, когда у тебя уже есть какие-то клинические проявления, вообще никуда не надо ходить. Не нужно ходить в медицинское учреждение, не нужно ходить, там, я не знаю, в банкомат, там, или ещё куда-то, да, с тем, чтобы, ну, во-первых, это не совсем, скажем так, достаточно рискованно на улице больного человека ходить. Во-вторых, ты просто-напросто распространяешь инфекцию. И я не представляю, человека с 38,5, чтобы он там 3 или 4 часа сидел в очереди, ждал. И я представляю, то есть это достаточно тяжело. И оно совершенно не улучшает состояние. Поэтому надо просто дома, если... Это такое течение болезни, достаточно длительно, вплоть до недели, иногда и 10 дней, держится температура, она может даже падать, потом снова подниматься, то есть самые различные колебания. Вот, и обычно 38 не рекомендуют сбивать, не рекомендуют. Вот, вот, уже когда свыше 38,5, то тогда нужно сбивать эту температуру. И если есть ещё дополнительные симптомы, которые утяжеляют состояние, да, например, там, очень сильный кашель, трудность дыхания, одышка, какие-то колющие боли в целом, вот, знаете, вот такое состояние дурноты, когда человек просто не может найти 70. Конечно, тут госпитализация уже просто показана. Ну, там уже, наверное, и до скорой можно будет дозвониться, и, наверное, приедут. Я думаю, что и пока здесь тоже приедут, потому что, ну, я представляю, какая нагрузка, да, когда столько людей сегодня просто-напросто... Иногда, видите, иногда, мы настолько привыкли, это выяснилось только сейчас, когда вот вируса стало больше, заразившихся становится всё больше, стало понятно, что вот просто такое тёплое, доброе слово врача порою часто помогает, ну, часто. И вот я сама сталкивалась, человек болеет дома, пока скорую не вызовешь, болеет. Вот как приедет врач, поговорит, измерит просто температуру или давление, уезжает, ну, даёт какие-то советы, человек сразу успокаивается. Может быть, есть такие случаи, когда вот вызывают скорую, и очень много звонков поступает. Да, конечно, таких звонков очень много, и я думаю, то, что сейчас вот это состояние, это огромный перегруз, когда просто-напросто эти бригады не успевают оказывать помощь. И в данном случае нужно подумать, что, конечно, если у тебя температура, то не надо звонить в скорую помощь. Вот если у тебя сейчас столько температуры, насморк, там обычно такие же катаральные явления, как и при любой вирусной инфекции, значит, и не надо... Есть определённый алгоритм. В конце концов, откройте, у нас сейчас у всех есть компьютер. Вы можете посмотреть на сайте Министерства здравоохранения. Ну, везде уже. Что нужно принимать? Значит, вот противовирусный раз, жидкость два, витамины три, да, там обязательно микроэлементы для того, чтобы немного поддержать кислотно-селочный уровень крови. То есть, когда принимать антибиотики, обычно начиная с четвёртого дня, там подключают, по-моему, и причём сказать, что люди не знают, нельзя, потому что в аптеках всё скупили. Грамотные сейчас. Да, значит, люди знают, что нужно пить. Поэтому просто нужно будет узнать этот алгоритм. Он есть и на сайте, и, по-моему, на сайте нашего областного управления здравоохранения. Вот, и там очень коротко, значит, из антивирусных, вот, там перечисляют одни этот амизон, другие там ранее существовавшие здесь у нас, я уже сейчас уже на скидку не смогу сказать. И, значит, другие. Следующим этапом является антибиотикотерапия тазотиоприн. Да, это сумомед, который, я не знаю, у нас люди, по-моему, зуб заболел, бегут там, покупают, пьют там сами, да, уже независимо от того, назначил им это врач или не назначил. И так что люди очень много знают, и, может быть, действительно, то, что они не могут дозвониться, оно вселяет в них дополнительную панику. То, что они слышат, что вот, там больницы не берут, или там кто-то где-то уже скончался. И вот эта паника, и у людей вот этот страх, ну, это совершенно не нужно делать. Нужно успокоиться. Если у тебя вот только такие симптомы, значит, вот делай это. Если у тебя утяжеление, значит, ты должен еще добавить вот такой препарат, да. То есть это все на сайте есть, Министерство здравоохранения, и участковые врачи тоже об этом знают. И этот колл-центр 1406, они тоже об этом же говорят. Когда нужно там группу цехлоспоринов подключать, этот цехтриакцион, да, или там есть определенные антибиотики, которые при своем применении, они помимо противовоспалительного действия, да, но еще и оказывают такое сдерживающее действие на иммунную систему. Потому что наша иммунная система, когда она не знает возбудителя, она может ответить таким штормом, что сама начинает разрушать свой организм. И, значит, возникают микротромбы, человек начинает задыхаться, и вот эта тяжесть состояния обычно этим и обусловлена. Поэтому уже подобраны, значит, вот эти антибиотики, они, кстати, о них очень много говорят, их реально нет сегодня в аптеках. Значит, люди знают и покупают. Это азотиоприн, это вот эфтриаксон, там, да, значит. Эти препараты помогают и при ОРВИ, и при гриппе, и вот при коронавирусе. Или вот симптомы какие-то разные у них? Нет, это симптоматические симптомы. Как вот понять, например, если человек заболел, может быть, кто-то кашляет, но там разные же бывают симптомы. Вот как определить, что у человека вот из этих трёх видов вирусов? Ну, сам человек не может себе поставить диагноз, у него коронавирус там, или у него, например, парагрипп, или у него там грипп, или там просто риновирусная какая-то инфекция. То есть возбудитель он сам по себе определить не может. Другое дело, это всё группа респираторных инфекций, которые, в принципе, проявляются все одинаково. И эти вирусные инфекции, они и лечатся-то в основном по одним и тем же принципам. Что-то просто идёт тяжелее какое-то, например, риновирусную инфекцию вообще можно не лечить, ну, там, соплем пошмыгал там и всё. А вот на сегодня этот ковид, вот он оказался тяжёлым, потому что... Почему? Потому что он как бы открывает ворота в лёгких, в наши глубокие отделы, где находятся альвеллы, открывает ворота для всей той инфекции, которая находится в носоглотке. Почему я и говорю, нужно обязательно, если у вас сейчас обнаружили положительный тест, нужно носоглотку, рот, нос, обязательно промывать. Постоянно промывать и промывать, и промывать. Потому что та инфекция, да, ну, скажем, в случае такого пессимистического варианта, да, если вы заболели, то она может спуститься вниз в лёгкие, и вы будете болеть. Давайте ответим на вопрос телезрителя. У супруга подтвердили ЭКВИ, самоизоляция, домашняя, в контакте, дети, я. У меня и у одного ребёнка температура 37 в течение двух дней. Принимает ребёнок анаферон, полоскание и обильное питьё. Я пью, гроб приносим. И также полоскание горла и обильное питьё. Что ещё можете посоветовать? Так, ну, ещё я могу посоветовать им белковое питание. Да, на это нужно обратить очень важное внимание, потому что данный грипп, данный вирус, он, проникая в клетку, заставляет её вырабатывать не свои собственные белки, например, клетки печени, это, значит, белки печени, да, там или, там, белки, там, я не знаю, кишечника, значит, белки кишечника, там или других органов. А они заставляют клетку вырабатывать вирусы, собственные вирусные белки. И наступает так называемая белковая недостаточность. И у нас, как известно, наша иммуносистема построена, в общем-то, на белках, поэтому обязательно белковое питание. И нужны такие белки, как говорят, есть мелкодисперстные, скрупнодисперстные. Это, пожалуйста, сегодня, ну, по-моему... В каких продуктах, например, скажите? Ну, казахи-то уж хорошо у нас знают, что это, да, и мясо. Мясо в первую очередь. И, да, кстати, да, очень хорошо своим белок – это конина. Вот, но в данном случае очень многие рекомендуют именно баранину. Баранину или даже свинь, и там, кто может, свинину. То есть тем, чтобы помимо белков поступали ещё и животные жиры. Потому что главная функция животных жиров – это дыхание. Мы всегда думали, что, ну, жиры – это, значит, мы поправляемся там или ещё. Но нет. ВОЗ ещё в 2009 году заявил о том, что главная функция жиров, именно животных, стабильных жиров – это дыхание. Потому что в лёгких, в альвеолах, вы знаете, вот альвеолы – такие пузырьки, из которых состоят лёгкие, где и происходит обмен кислородом, да, с кровью. Вот они внутри высланы жировой прослойкой. Если эта жировая прослойка исчезает, то лёгкая просто спадается и превращается в жжёную резину. Поэтому для того, чтобы поддержать лёгкие, обязательно нужны бульоны. И наши казахи, они всегда это знали, и это в любом народе. У русского народа они, значит, сало, там, я не знаю, корейское, они, значит, вот эти знаменитые супы, вот, да, корейский суп, который вот ты выпил, и люди уже буквально там на второй-третий день встают. У казахов это вот сурпа-баранья, да, поэтому и давали куэркмаю обычно кушать, да, наши бабушки, дедушки вообще этим спасали. То есть это ведь всё веками наработанный опыт, да, и сегодня это очень актуально, очень актуально. До конца остаётся очень мало, поэтому давайте зададим вопросы телезрителям. У меня шестой день температура держится, кашляю. На четвёртой начала систему метрит и физраствор плюс витамин С, С, С. Сегодня начала принимать тайлолхот и буфрент, ацикловир и солодка корня плюс мукалтин. Можно ли принимать эти лекарства? Что-то очень много принимает наш телезритель. Да, ну просто, конечно, если бы ты ещё написала, что вообще беспокоит её, или это просто весь арсенал нужно пройти. Потому что есть категория больных, которым обязательно, вот они себе просто, если в год не сделают там какой-то там набор капельниц, наборы этих самых, то они вот даже психологически себя чувствуют дискомфортно. Вот если, чтобы это не такой случай, если это по состоянию, по показанию, но я не думаю, что уже на этой стадии сейчас ацикловир поможет, например. Это противовирусный препарат, но уже его время действия противовирусных препаратов уже где-то на четвёртый-пятый день, оно уже проходит. Его нет смысла принимать. Может, вместе, когда в кучу всё принимает, может быть, противоречит? Конечно. Я не знаю, может быть, это назначило... Там ещё есть какая-то другая патология, я не знаю. Просто, возможно, это назначение её, собственно, врача участкового, или что, поэтому оценку дать я, например, не могу. Я могу что-то предположить. Пока не увидите, конечно. Но ещё один телезритель задаёт, я заболела 12 июня. Юня пила Кагоцел, температуры нету, но сильная слабость. Да. И такое, может быть, что делать в таких ситуациях? Ну, сильная слабость, она может быть обусловлена несколькими причинами. Это прежде всего тем, что произошёл очень сильный сдвиг в кислую сторону, кислотно-щелочного баланса крови организма. Ну, это, в общем-то, если так представить, межклеточной жидкости даже, а не кровью. Потому что представьте, что одна человеческая клетка может продуцировать до 100 тысяч вирусных единиц. Вирус — это что? Это белковая цепь. И белок состоит из аминокислот. То есть при их распаде, когда мы начинаем лечить, то все эти кислоты, они выходят, значит, настаются у нас внутри организма. И это колоссальная нагрузка на почки. Почему вторым органом после лёгких, который страдает при этом заболевании, это почки почти 80%. Третье — это кишечник, потому что он тоже выводящий орган. Понимаете? Организм старается это всё выводить. Возможно, не произошла вот эта функция именно выведения. И не смог организм сбалансировать свой кислотно-щелочной баланс. Возможно, значит, ну, в принципе, это и есть вот так называемая интоксикация, когда скапливаются кислые вот эти продукты. Или, как мы говорим, кто-то говорит шлаки, кто-то говорит что-то. Ну, это, кстати, очень специфично для вот этой инфекции. Что бы я посоветовала? Ну, во-первых, это питьё. Хорошо, если это будет питьё таких вот, как боржоми. Потом, ну, наши щелочные воды, именно карбонатно-кальциевые воды, не сульфатно-магниевые, например, или хлористые водородные, например, воды, а именно сульфатно-магниевые, карбонатно-кальциевые воды. То есть такой тип воды, она как раз ощелачивает. К сожалению, время нашей программы истекает. Мы, наверное, ещё раз пригласим вас, чтобы проконсультировали наших телезрителей. Телезрителям хочу сказать, что на телеканале ЖТСУ каждый день в 19.00 будут консультации, будут специалисты, которые будут отвечать на ваши вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо большое, не болейте. Спасибо телезрителям, что приняли активное участие в нашей программе. Встретимся завтра в 19.00. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»